Согласно официальной статистике, 1 января 2022 года в России официально зарегистрировано 64 миллиона автомобилей. То есть практически каждый третий житель страны имеет свое автотранспортное средство. И с каждым годом этот показатель только растет, как растет и количество автошкол, которые готовят будущих водителей уверенно держаться за рулем и не теряться в потоке машин на дорогах. Сегодня мы поговорим с основателем Тольяттинской автошколы «Джек» Александром Лорионовым и ее директором Татьяной Ашенбренера. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос немного провокационный. Все-таки для того, чтобы сдать экзамен в ГАИ, обязательно обучаться в автошколе или нет? Вопрос, наверное, ко мне, да, получается. Но, конечно, это обязательно. Обязательно. То есть и учиться надо и там, и здесь. Потому что вождение на, когда проходит процесс обучения, конечно, он сильно отличается от вождения на дороге, когда уже человек уже с водительским удостоверением. То есть, получается, если у человека даже есть такая, ну, небольшая практика, дедушка научил ездить по дорогам, папа научил, где-нибудь там в каких-нибудь специально отвезенных местах, то есть не факт, что он сдаст экзамен? Совершенно верно. Потому что сейчас по новому регламенту там много изменений. Но я думаю, что Татьяна уже более поподробнее, потому что она по документации у меня более, как бы, она уже более на конкретные вопросы ответит. Да, Татьяна, какие изменения вступили с 1 сентября этого года? С 1 сентября 2022 года вышла, утверждена вот новая программа подготовки водителей транспортных средств. Ну, в частности, вот мы говорим про автомобили, это категория Б. Уделено внимание больше вождению в городских условиях по учебным маршрутам. То есть, автодром, немножко пересмотрены часы, и часы, которые были выделены на занятия на автодроме, они ушли в пользу движения и обучения по маршрутам в городе. Также первые вообще изменения, которые коснулись, в принципе, сдачи экзаменов в ГИБДД, произошли 1 апреля 2021 года, когда три этапа, раньше была теория автодром и город, были заменены на теоретический экзамен и практический экзамен. То есть, автодром и город были объединены в один практический экзамен. Ну, вот на данный момент экзамен в среднем на человека длится время вождения 30-40 минут. То есть, это достаточно большое время, за которое водитель должен показать себя, что он готов самостоятельно управлять автомобилем, выполнить все задания от инспектора. Ну, с чем, собственно, справляются вообще ребята. Александр, а как вы оцените отмену автодрома во время экзамена ГАИ? Ну, в реальных условиях люди учатся. Это очень хорошо. Потому что, когда на автодром заехал на закрытой площадке упражнения, ну, понятно, это, опять же, там конусы, углы. В реальных условиях человеку уже нужно показать это, чтобы он понимал. Потому что там совсем немножко ориентиры, совсем абсолютно другие в городе, когда стоят две машины, например, дорогие какие-то, а ему между них надо встать. Поэтому лучше, конечно, человек сразу уже привыкает, то есть уходит от автодрома. Но это хорошее, я считаю, хорошее. Сделали хорошо. Хорошо. Татьяна, с какими лет сегодня можно обучаться в автошколе? На категорию «Б» можно обучаться с 16 лет. К сдаче экзаменов в ГИБДД допущен будет человек с 17 лет. И водительское удостоверение он получит по исполнению 18. Как проходит обучение в вашей автошколе? Какие есть этапы? Ну, у нас, значит, есть теория, да, и практический курс. В нашей автошколе мы стараемся выстроить занятия по практике таким образом, чтобы человек еще у нас, у него вождение подходило к концу, а он был уже готов у нас к ГИБДД. Да, мы стараемся сделать этот процесс вождения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД непрерывным. Для новичка это очень важно, потому что чем больше перерыв у него между практикой, ну, как я говорю, образуется такую яму, он сам себе копает. Очень тяжело вставать. А сколько часов следует откатать курсанту перед сдачей экзамена? Ну, вообще, на самом деле, это все индивидуально. И инструкторы, несмотря на программу подготовки, там же есть определенный перечень тех заданий, упражнений, которые они должны освоить. Но кто-то осваивает в одной последовательности, кому-то лучший город сразу дается, кому-то автодром. Александр, вы обучаете вождению на механике или на автоматике? Ну, у нас есть две категории. То есть есть мотоцикл, категория А, есть категория Б. Есть и механика, и автомат. А бывает ли такое, что для тех людей, которые обучаются на механике, занятия, ну, по практике на автомате? Есть такие случаи, есть такие, которые, то есть, учатся, 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 все хорошо, все, то есть, уже подходят практически, скажем, к сдаче экзаменов. А они говорят, а мы передумали, мы будем сдавать экзамены на автомате. Есть такие случаи, есть. А после этого они получат права, и они смогут управлять только автоматом? Только автоматом, да. У них будет в водительском индустрии не стать ограничением АТ. Мы уже затрагивали с вами тему сегодня экзаменов в ГАИ. А есть ли у вас какие-то внутренние экзамены? И чем отличаются, если есть, от экзаменов в ГАИ? Ну, основное отличие, про практический экзамен говорить, наверное, не буду, потому что, по большому счету, на практическом экзамене человек едет по учебному маршруту, который утвержден автошколой, и выполняет все задания, очень близкие к тому, что может быть на экзамене в ГИБДД. А вот теория отличается. За сдачу теоретического экзамена у нас нужно решить два билета экзаменационных, ну и желательно без ошибок. А изменилась ли как-то сдача теории? Или все осталось так же? Все осталось. Ну, по крайней мере, за последние, не знаю, 4-5 лет все в том же ключе. В ГИБДД нужно решить один билет, который состоит из 20 вопросов, прошу прощения. Две ошибки можно сделать. И за каждую ошибку, если они, опять-таки, находятся в разных блоках, потому что билет делится на 4 блока по 5 вопросов, если человек допускает одну ошибку, ему, значит, выдается дополнительный блок вопросов, состоящий из 5 вопросов, дается на это 5 минут времени, и в дополнительных вопросах ошибаться уже нельзя. Соответственно, если две ошибки, то 10 вопросов и 10 минут. Все-таки сдача экзамена в ГИБДД – это такой тяжелый этап для курсантов. Как вы их подготавливаете к этому, к сдаче? Ну, мы стараемся с ними больше разговаривать на эту тему. Если чем больше разговаривать с человеком, тем больше у него понимания есть, что это такое вообще. То есть, когда он приходит, особенно в офис, и сдает внутренний экзамен, пытаемся с ним больше разговаривать. Потому что, ну, как сказать, какая-то ответственность человеку все равно же идет туда на сдачу экзаменов. Поэтому что-то внутри подживочки где-то бывает трясутся. А вы курируете своих учеников от начала обучения до получения удостоверения в ГИБДД? Как это происходит? Совершенно верно. Ну, даже есть такие, как говорится, не по бою слову, есть такие даже случаи, которые у нас молодые мамы приходили, и мы им помогали даже с детьми, с грудными детьми. То есть приезжали, Татьяна, да, с ними, со своими курсантами. То есть ехала в ГИБДД, нянчилась, и люди сдавали, шли на теорию. А мы, то есть, как говорится, ждали их в коридоре с результатами. Ну, дополню тоже, что мы, вот у нас экзаменационный день в ГИБДД, на данный момент это среда, то есть каждую среду. И я, и иногда инструкторы, не все, опять-таки все в зависимости от графика вождения у кого-то, они присутствуют, то есть мы находимся там со своими курсантами, с утренней группой, то есть с 9 до 12, а то иногда и до часу. Мы смотрим, кто у нас сегодня принимает экзамены, какой инспектор. Мы тоже знаем все его уже нюансы, да, какой это человек, на что обратить внимание. То есть мы с своим ребятами, вот даже там, вот находясь, видим, как их трясет, какие слезы бывают после несдачи, или наоборот радость какая, что вот на прошлой неделе у нас вот Владислав сдал. Он говорит, я сейчас самый счастливый человек на свете. То есть мы вместе с ними проживаем даже вот эти моменты. Да, независимость от погодных условий, независимость, дождь, снег, минус 30, реально, реально у нас все, то есть это все видеоролики, которые находятся у нас в группе, там на сайте, там что-то есть у нас. Это все живые люди. Не постановка. Не постановка, да, абсолютно. Чем автошкола «Джек» выгодно отличается от своих конкурентов, других автошкол? Мы стараемся провести все вот от, как говорится, и до. То есть с каждым человеком, ну, опять же, повторюсь я, более общение. То есть, ну, конкурировать с некоторыми школами, конечно, тяжело, потому что они мега-мега. Поэтому мы пытаемся больше разговаривать. Ну, я считаю все-таки, что мы отличаемся, это главное наше отличие, это подходы. Я могу сказать, что вот за время работы под моим руководством я знаю абсолютно каждого курсанта. Да, вплоть до меня всегда инструкторы удивляются, как ты их всех помнишь. Вот помню, да. То есть я знаю человека фамилии, имя, отчества, у некоторых и дату рождения. Мы общаемся после получения водительского удостоверения, даже вот так. Ну, соответственно, как такое происходит? Когда действительно устанавливается с человеком контакт. Поэтому, ну, и стараемся работать, не побоюсь этого слова, честно. Да, то есть честно дать практику. Мы не прячемся за какими-то, не знаю, рекламными счетами о заниженной стоимости. Мы в открытую говорим о наших ценах и то, что человек получит. Александра, Татьяна, а как записаться к вам в эту школу? Как попасть на обучение? И когда стартует занятие у вас? Ну, у нас все просто. Есть номер телефона, есть сайт, где можно оставить заявку, и вам непременно перезвонят. Это будет достаточно для того, чтобы начать обучение. Да, все начинается с простого звонка или с простого прихода в офис. Далее оформляется договор, и вуаля, вы курсант нашей АТ-школы. Но есть ли какие-то начальные этапы обучения? Ну, не знаю, с 1 декабря ежегодно мы начинаем обучение, а с 1 февраля? Нет, у нас такого нет. В общем-то у нас набор происходит. То есть можно прийти, начать обучение буквально в любой день. А там уже в самое ближайшее время будут поставлены на занятия. То есть не зависит от того, как быстро наберется группа? Нет, не зависит. Будет один человек. Татьяна Александровна, спасибо. Это было время интервью. Напомню, что у нас в гостях сегодня были основатели автошколы «Джек» Александр Варионов и ее директор Татьяна Ашенбренер. А также я, Денис Капли. Спасибо и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин